Протезы, заменяющие утраченные части тела, применяются уже давно. Но протез все же не настоящий орган и функция его неполноценна. Также в хирургии широко используется трансплантация. И тем не менее, не все проблемы, возникающие в процессе трансплантации, решены. В большинстве случаев пересаженный орган спустя некоторое время после пересадки отторгается. Таким образом, цель остается недостигнутой. И третий путь, на который сегодня возлагают большие надежды медики всего мира, это регенерация или, другими словами, восстановление. В качестве примера регенерации можно привести организм обыкновенной ящерицы, у которой после потери хвоста вырастает абсолютно новый. Но если природа не предусмотрела у высших организмов эту способность, то, может быть, ее можно вызвать искусственно? Ученые Казанского университета абсолютно убеждены, это возможно. Исследователи создали так называемый клей для восстановления потерянной нервной ткани и даже конечностей. Помимо трансплантации нерва, мы предложили использовать фибриновый матрикс, ну, фибриновый клей, можно сказать, в который введены стволовые клетки, собственные стволовые клетки организма. Таким образом, этот клей, этот матрикс создает оптимальные условия для жизнедеятельности этих трансплантированных стволовых клеток. Сама мысль вырастить, например, новую руку, ногу или даже палец на месте ампутированных кажется фантастической. Но ученые Казанского университета уже приблизили фантастику к реальности и провели успешный эксперимент на лабораторной крысе. В результате совмещения микрохирургических методов по трансплантации нерва из одного места в другое с нанесением стволовых клеток в специальном матриксе достигаются очень хорошие результаты. И мы показали это в нашей публикации на модели на крысах. Но в будущем планируется внедрение это и в клиническую практику. Стволовые клетки, использованные в разработанном учеными клее, были взяты из жировой ткани. В процессе эксперимента исследователи извлекли клеточный концентрат ткани и ввели в поврежденный участок животного. Несмотря на то, что этот метод пока не применяют в России, университетские ученые решили мыслить шире. Концентрат, что выделяют из жировой ткани, интересен не только стволовыми клетками, но и биологической безопасностью, ведь дополнительные манипуляции к ним пока не потребовались. В этом и заключается новизна и секрет успеха. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.